Всем привет! Сегодня мы пришли в гостинный двор, чтобы посетить 49-й антикварный салон, который пройдет в гостином дворе с 22 по 26 ноября. Помимо 250 антикварных галерей и частных собраний, здесь есть проспект интерьерного искусства. Если вы будете идти вперед по центральному или боковым проспектам, вы выйдете на ювелирную улицу, где будет представлено 40 российских ювелирных брендов. Все украшения, которые вы здесь имеете, они видны из-за музея. Все они имеют отношение к моей личной истории. Что-то связано с процессом обучения, потому что я училась как художник, очень много было истории искусства. И предметы каждый имеет имя, каждый имеет свою историю. И цвета никогда не повторяются. Вот я сейчас покчитаю статистический форматок. Вот он, 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 он. То есть, видите, форма может повториться, но это будет каждый раз новое кольцо. Очень интересно. То есть это как жар горит, а здесь уже такая более туманная история. Что это за камень? Аполлисцирующий кварц. Глаза с половой, как у женщины. Да, да, там именно такая паловость внутри луны. И вот это кольцо, например, вдохновлено Древним Египтом. Это лотос, фрески, древнеегипетские рельефы с изображением лотоса и капитель. И это уже такая викторианская Англия, другие орнаменты, другие цвета, другие решения. Кольцо называется Япония, оно вдохновлено самурайскими мечами, орнаментами с японских кимоно. И силуэт это доспехи самурайские, шлем, плечи. И, например, есть вторая версия этого кольца, сейчас покажу, и она совершенно другая. Видите, это другой камень, называется Садолит. И другое настроение. Да, это потрясающе. Желтое золото, белое золото, комарин, лунники, берлянки. Потрясающе, кстати. На это найдем. Очень красиво. Ну, это устрица, такая раковина, мягкая внутри, почему гостоношел, то есть мягкая внутри и жесткая оболочка смороза. Я видела процесс. Простите, восковка это что означает? Когда режут из воска, то есть первоначальная модель, не идея, моделирование, а ручная работа. Это то, чем можно пораниться? Нет, от чего можно получить удовольствие. Препарирование грехов. Слушайте, ну вот это кольцо, мне кажется? Функционально, нет, мне кажется, функционально, конечно. Все микромеханика, сложная работа, инженерия. Все крутится. Все работает. А вот эти шипы, выступающие внутрь, что они делают с пальцем? Они стимулируют просто микроциркуляцию крови. Как это, аппарат Чижевского или как он там называет? Аппликатор, аппликатор Кузнецова. На самом деле, мы выбрали такой необычный подвес по одной простой причине. Эта работа совмещает в себе целых два изображения. Первое, это изображение, движение вулкана, это написанное пальпом в 1910 году, который является горизонтальным. А второе, более ранняя работа пальпа, такого просто переходного периода, увлечения его в постинферсионизм. Это партнер женщины-шляпочки, результаты по поводу, и как мы можем видеть, это вещь вертикальная. И для того, чтобы совместить, наверное, сделать максимально удобную эту просмотр, мы решили придать ему нервное вращение и легкости. Поэтому такая массивная вещь, у нас парень в воздухе, и показывает собой сразу два периода творчества художника. Наверное, на этом все. Эта работа нон-проформиста Аскара Брадина, и эта работа внезапно попадает уже под критерии антикварного салона. То есть это критерии 60-х годов. Действительно, работа 62-го года, называется на 5 миллионов мук. Можно увидеть даже, да, почему она так называется. Это название вписано в саму работу. Дело в том, что здесь Рабин довольно иронично обыгрывает образ врага в СССР, который внезапно смотрит в сторону мух, вместо того, чтобы заниматься, возможно, поиском реальных врагов или, наоборот, видеть своих гражданах от врагов в систему. Ну что ж, да, это то, что выбивается, возможно, из общего стиля. А вот эта работа, а не погодки, кстати говоря, работа Гончаровой Натальи, тоже 60-х годов. Однако здесь она, в принципе, верна свою стилю. Мы можем видеть фирменный такой постельный разнутый фон и работа с сухой кистью по маслу, которая как раз формирует некий объем и рельеф на работе. А сверху самая ранняя работа из экспозиции, это работа конца 19-го века Петрова Водкина, которому был на тот момент 20 лет, и под влиянием художника Малявина, где тут, наверное, это влияние видно в платках крестьянных, которые проходят по лесной дороге, создает вот такой вот чудевер, который не похож на его работы, вернее, стиль работы, которым он придет в будущее. Впервые соединение искусства и ароматов вне церкви произошло как раз во времена уже Ренессанса и произошло в картинах, в картинах выключения. В рамках салона подготовлена насыщенная программа. Например, в пятницу в 19.30 пройдет наша панельная дискуссия, которая будет посвящена диалогу поколений в мире антиквариата. На события вы можете зарегистрироваться по ссылке под этим видео. На этом все. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новое видео. Спасибо за просмотр!